Дорогами Победы доехали и до столицы Крыма. По улицам Симферополя прошел автопробег техники времен войны, посвященный 72-й годовщине освобождения города от фашистов. В нем приняли участие 13 единиц техники. Конечной точкой стал железнодорожный вокзал, где подвижную экспозицию ждали сотни горожан, чтобы вместе встретить поезд Победы. Дороги Победы символически соединяют 11 городов Крыма. 8 апреля 13 машин стартовали в Армянске и вот уже сегодня их встречают в крымской столице. Каждый из этих автомобилей буквально дышит историей. Например, такие ЗИС-6 использовались для перевозки раненых и медикаментов. Эта машина не успела поучаствовать в боевых действиях, но сейчас активно фигурирует в реконструкциях и съемках фильмов. А этот автомобиль во время Второй мировой войны дошел до Праги. Впоследствии его отдали в личную собственность одному из офицеров Красной Армии. И только пять лет назад машину нашли в Одессе в плохом состоянии. Полтора года ее реставрировали, чтобы она вновь могла гордо колесить дорогами страны. В конечном пункте автоколонну ждали сотни горожан, чтобы вместе встретить прибытие паровоза «Поезд Победы». Так 21 июля 1945 года Москва с ликования встречала воинов, возвратившиеся с войны. А сегодня протяжный кудок, как отголосок тех волнующих событий. Победа, конечно, отдалась нам исключительно благодаря мужеству, героизму многонационального советского народа. Всех без исключения. И тех, кто на фронте трудился, и тех, кто в тылу был. Это вот знаковое событие для всех. Освободили мир от коричневой чумы. А сегодня, конечно, в день освобождения Симферополя мы тоже с таким теплым чувством встречаем. И хотим, конечно, поклониться в ноги нашим ветеранам. Освобождение города от фашистов – праздник воистину семейный. Здесь и люди почтенного возраста, и малыши. Здравствуй, папа, ты опять не снился, только в этот раз и на войне. Преемственность поколений сегодня выражается в наших детях, в стариках-ветеранах, в общении, в передаче тех эмоций, трагизма и героизма. Глядя на то, как кладут цветы, я чувствую такой трепет, очень много радости. И чувствую какое-то такое единение с людьми. Акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы» продолжатся в остальных городах Крыма. Конечной точкой станет «Балаклава». Екатерина Серегина, Денис Тищенко. Время новостей.